Доброго времени суток, дамы и господа! Имею честь предложить вашему вниманию сцентиляционный радиометр поисковый SRP6801 серийный номер прибора 2714 2714 год выпуска 1987 Итак, друзья, в комплекте вы будете иметь непосредственно сам радиометр SRP6801 который мы сейчас непременно и проверим, как он работает, а также телефоны головные типа TG7M вот такие вот телефоны с кожаным оголовьем и двумя ушами либо на выбор с оголовьем проволочным и одним ухом. Также в комплекте поставки идет тканевой ремень с двумя металлическими карабинами. Это для ношения прибора Также в комплекте поставки идет заводской деревянный ящик который в силу громоздкости в кадре не демонстрируется но тем не менее он есть и если он вам необходим, то для транспортировки прибор будет путешествовать к вам в этом деревянном ящике и документация в электронном виде в полном комплекте а именно альбом сборочных схем, чертежей и перечень элементов паспорт для данного прибора и инструкция по эксплуатации Друзья, это касается комплекта поставки теперь давайте перейдем к тесту работоспособности данного устройства включаем прибор Судя по отклонению стрелки микроамперметра питание в норме, поэтому можно переходить в режим измерений режим 2.5 В режиме 2.5 постоянное интегрирование равняется 2.5 секундам Этот режим предназначен для экспресс-анализа измеряемого объекта Погрешность измерения в режиме 2.5 будет несколько больше, чем в режиме 5 это обусловлено достаточно коротким временем всего лишь навсего 2.5 секунды Данный режим позволяет оперативно оценивать загрязнение какой-либо территории либо объекта, либо какого-либо измеряемого образца Судя по отклонению стрелки микроамперметра радиационный фон в месте проведения видеосъемки составляет порядка 11-12 микрорентген в час поскольку в блок детектирования данном случае источники ионизирующих излучений не уткнуты Переведем теперь радиометр в режим 5 В режиме 5 постоянное интегрирование равняется уже 5 секундам Этот режим предназначен для более тщательного анализа измеряемого объекта Время измерения должно быть не меньше 5 секунд После 5 секунд есть необходимость или после 5 секунд измерений можно считывать показания на микроамперметре на стрелочном микроамперметре Погрешность измерения в режиме 5 будет гораздо меньше нежели в режиме 2.5 Это обусловлено более длительным ровно в 2 раза временем измерения Ровно 5 секунд должен измерять прибор в этом режиме Ну а как вы видите, что в режиме 2.5, что в режиме 5 показания на стрелочном микроамперметре абсолютно идентичны 11-12 микроэнген в час Такой радиационный фон в месте проведения видеосъемки Поскольку, повторяясь, блок детектирования источники ионизирующих излучений не уткнуты Друзья, переведем теперь радиометр в режим контроля В режиме контроля происходит самодиагностика прибора с штатными средствами самого прибора То есть, если мы перевели прибор в режим контроля и показания прибора будут значительно отличаться от показаний, наблюдаемых в режиме 2.5 либо в режиме 5 то это свидетельствует о том, что прибор неисправен и он требует ремонта Здесь же мы смотрим, что в режиме 2.5 что в режиме 5, что в режиме контроля показания все абсолютно коррелируют То есть, они в принципе в одном плюс-минус 1-2 микроэнгена в час в одном интервале Друзья, теперь перейдем к тесту работоспособности наушников и гнезда для их подключения Берем телефоны головные TG7M Подключаем к наушнику гнездо наушников Подносим микрофон 1TG7M Не микрофон, а телефон точнее Телефон к микрофону видеокамеры И я сейчас постараюсь замолкнуть на 5 секунд Надеюсь, вам был слышен характерный треск который вы могли слышать в наушниках которые свидетельствуют о чём? Которые свидетельствуют о том, что и TG7M полностью исправны и гнездо для их подключения полностью исправны Друзья, данный прибор оборудован креплением контрольного источника Кстати, вот даже есть контрольный источник В комплекте поставки контрольный источник он отсутствует либо присутствует исключительно по желанию заказчика Данный контрольный источник на основе Cobalt 60-го и зато Cobalt 60-го нестабильного достаточно слабенький, поэтому мы будем применять более визуально восприимчивый, более приятный к визуальному восприятию источник. Источник в компасе Адреванова. Здесь на сторонах света и на стрелке нанесена светомасса постоянного действия. Вот она имеет вот такой вот коричневый оттенок. И посмотрите, вот буду я приближать к блоку детектирования. Прибор будет отлично реагировать практически мгновенно, показывая превышение фона. Спрячу я даже вот-вот здесь. Вот сейчас я вам покажу, чтобы было видно. Прячу. Фоновые чуть-чуть у нас увеличились. Порядка были 11-12, стали 13-14. Буду я приближать к блоку детектирования. Прибор будет реагировать на данный контрольный источник. Если я положу, то на первом поддиапазоне у нас будет зашкал. Даже, я думаю, и на втором поддиапазоне. Сейчас давайте проверим. Да, и на втором поддиапазоне зашкал. Достаточно мощный источник, как вы видите, на третьем диапазоне от 0 до 300. Он показывает порядка 150-160 мкч. Возвращаем прибор в исходное состояние, друзья. И теперь перейдем к осмотру внешнего вида прибора. Выключаю я прибор. Давайте посмотрим. Смотрите. Лакокрасочное покрытие на фронтальной панели находится в идеальном состоянии. Ручки переключения режимов и ручки переключения поддиапазонов. Регуляторы находятся в идеальном состоянии. Механических повреждений, сколов и тому подобное не наблюдаю я. Вид сбоку. Вид сбоку здесь. Единственное, здесь вот такое отсутствие лакокрасочного покрытия. Вид снизу присутствует четыре ножки, которые, как показывает практика, теряются одними из самых первых. Поэтому присутствие данных ножек свидетельствует о том, что прибором, если и пользовались, то совсем непродолжительный период времени. Вид со стороны шильдика. Еще раз повторю серийный номер прибора. 2-7-1-4. Год выпуска 1987. И вид со стороны крепления контрольного источника. Повторяю еще раз. Наличие либо отсутствие контрольного источника регулируется исключительно желанием заказчика. Как заказчик захочет, так и будет. Либо с контрольным источником, либо без. Вид со стороны подключения блока детектирования и батарейного отсека. Крышка батарейного отсека. Посмотрите, лакокрасочное покрытие на крышке батарейного отсека находится в идеальном состоянии. Присутствует даже пломбочка. Если присмотреться, то можно увидеть символику Советского Союза серпы и молотки. И печать контролирующего органа. Друзья, по шнуру давайте пройдемся. Выгибаем шнур, пытаясь найти дефекты. Как мы видим, состояние резины шнура находится в идеальном состоянии. То есть здесь ни переломов, ни трещин, никаких либо иных механических повреждений, например, надрывов я не вижу. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде прямой трубы. Вот такой вот трубы. Состояние, внешнее состояние этой трубы защитной идеально. Я не вижу ни механических повреждений, ни повреждений в результате каких-либо физических, либо химических процессов, например, коррозии. Есть защитный резиновый колпак. Друзья, если кому будет необходимо, можно будет попытаться найти для данного блока детектирования телескопическую рукоять. Результат я не гарантирую вам стопроцентный, но приложу максимум своих усилий для того, чтобы найти, если вам вот такой прямой блок детектирования вас не устраивает, будем искать для вас телескопическую рукоять. Но попрошу обратить ваше внимание, что с телескопической рукоятью по сравнению с блоком детектирования вот в таком вот виде, уже прибором какие-то вот, например, скважины, уже его не засунешь. Рукоять будет, она здесь будет торчать, соответственно, будет мешать. В данном же случае блок детектирования можно засовывать в какие-то узкие щели, например, скважины, делать коротаж неглубоких скважин вот таким вот прибором. Вот такой вот SRP6801 к вашему рассмотрению. Друзья, если вас заинтересовал данный прибор, вы можете по вопросам приобретения данного прибора контактировать со мной напрямую. Контакты есть в описании к данному видео. Всех остальных я благодарю за внимание. Всех вам благ и удачи. Будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений.